Вертикальный тангенциальный тонарм С возможностью монтажа на стене Тут так открывается, пластинка вставляется Кнопка нажимается Тут отодвигается Как-то вот так вот Давайте разбираться Ремонт начинается с приклеивания Детали крышки Сделаны они, видать, хлипенько И поэтому вот так вот отваливаются Ну сейчас, как всегда, Акфиксом, чтобы не заморачиваться Эти штучки приклею А потом дальше будем смотреть Может быть, надо будет установить какие-то усилители Вот так откидывается у нас тонарм Пластиковые штучки снимаются вот так Вот сюда, вверх, вверх, вверх вот так вот Раз Акфиксируем А здесь аккуратненько с направляющих и вывели Вот такая чистилочка Сжимает, тут валик бегает Сейчас все починим, здесь у нас есть Вот поломка Мастиковая, отломана Надо, чтобы она жестко была закреплена Так, наверное, точно так Ровно так же снимается Эта сторона Еще раз там куфля Есть, вот она головка Конденциального тонарма Ну, роем дальше Дальше Тут у нас шлейф Подвижная головочка Бежит по непосредственному приводу В общем, сначала все почистим, помоем Вот такой вот гибкий вал Вот там вот, обратите внимание На котором находится головка Колесико крутится Гибкий вал передает вращение Вон туда, вон, видите Чика-чика-чика-чика-чика Поехали, поехали С какой целью Может, для облегчения движения Самой головочки Кто его знает Будем дальше посмотреть и разбираться Будем дальше Так, что у нас там веселые ребята Колбасит, да? Значит Вот так вот работает один канал Сейчас переключим в другой Вот скорость Да, вот левый канал Вот это был Вот левый канал Вот правый канал Так, что за шорох еще Так, ооо Вот такой вот характерный шум В одном канале То есть, что-то у нас там с фильтром Но это все починится В целом-то Все же поет, играет Вот таким образом Кнопочка пуск Вот Прижимает головку Чтобы оно отпускает головку Так, вот так вот поставили Теперь поиск Поиск Влево-вправо Вот Влево-вправо Вот находим дорожку Александр Баликин Песня Песня Ринг Так Старт Старт Песенку определили Нажимаем пуск Ага Смотрим Стоят у нас огоньки Да? Можем их поправить В одну или другую сторону Опля Как сейчас чувствительно Хорошо И нажимаем кнопочку Пуск Громкость Громкость По канале Левый канал Правый канал Нет у меня сейчас отдельно Один динамик у меня переносной Колонку надо вторую Подключить Как бы В принципе Не вопрос Продиагностировали Где-то у нас Высилочка Чего-то А вот так вот Люди превращаются Легким движением руки В гномиков Где-то оттуда звук Согласно старой народной Мастеровой традиции Если мы начали ревизию То давайте Посмотрим Как он устроен Как в старом советском кино Про двух пацанов Не помню как называется Говорят А ты знаешь как устроен паровоз? Нет Надо узнать Так что сейчас узнаем Как устроена Каравелла Демонтировал заднюю крышку Здесь схема расположения Усилитель мощности Усилитель мощности Это ум ВД-12 ВД-11 Наверное Выпрямитель ВС ВС Стабилизатор Наверное так СС Управление двигателем Вот Сразу что видим Видим что у нашей Каравеллы Отсутствуют Настенные крепления Где-то в интернете Попадалось Я так понял Что здесь Стоят Типа сайлентблоки Это можно изготовить Сделать Новенькое такое крепление Можно ее Скажем так Жестко закрепить На стену Но скорее всего Она от легких вибраций Была предохранена Именно через Эти штуки Вот такие Интересные Радиаторы На них Транзисторы Выходные Вот один Вот второй Каскад С предохранителями Все красиво Тут Защищено Выпрямитель И Стабилизатор Двигателя Все такое Интересненькое Значит Что я сейчас думаю Был какой-то фон В канале Поэтому потихонечку Пока так стоим Стыкуем плату И Посмотрим Конденсаторы В левом и правом канале Да Что еще хотела сказать По первым Так Немножечко Ехал в автобусе С работы Собрал информацию Гуглил Значит У нее Звукосниматель Пьезоэлектрический Поэтому Усилителя Корректора Предусилка Здесь по идее Нет Ну Дальше Все по ходу Как всегда Ну вот Что я называю Ремонт От руки Как бы Включили Музычка Играет И Дотрагиваемся До конденсаторов Подергиваем их Бывает такое Что берешь Вот так Конденсатор Чуть потянул На себя Раз Он и в руке Остался Как бы И таким вот Образом Он проявляет себя Где там фон И все остальное Следующее Это мы Откручиваем И пропаиваем Плату Тут Плата Гетинакс Да Он такой Как всегда Посмотрим Сейчас Открутим плату Посмотрим Что с той стороны Пока Потрогали Все Гремит Все Играет Песенки Поет Видишь Веселые ребята Спевают 3 ватта Выходная мощность Да Прикольно Значит Включаем Александра Барыкина И начинаем Ну как бы Я беру Конденсатор На 47 микрофарад По напряжению Сюда Подходящий Тут 20 вольт Ну и Начинаем Диагностировать Как бы Ходить Ножками По конденсаторам Раз В одном месте В другом месте Смотрим Что как оно Происходит Естественно Смотрим Где стоит Конденсатор Где его концы Да Вот Где конденсатор Где его концы Как они сюда Выходят Вот Ну и Частое явление Это Выход Из строя Кондера Вот Какого Можно Повыпаивать Все Поменять Все Не проблема Ну в смысле Если есть Конденсаторы Конечно Вот А если Ты живешь В тараканке В деревне В какой-то Ну тебе Как бы Если найдешь Такой кондер Как надо Уже Замечательно Поэтому Ищем Неисправный Конденсатор Если есть Таковой Потому что Блок играет Вот песенка Поет Все Замечательно Но Что-то Не то Как бы Это уже Ну на практике Ощутимо Что Чего-то Ему Не хватает Извлекли Конденсатор Оп Не видно 82 7 Месяц 82 Года Ну да Ладно Вставляем Его В прибор Можете Поверить На слово Прикола Обманывать Тут Как бы Нет Аппарат 84 Выпуска Тестируя Показывает 149 ESR 1.3 Оббежался Паяльником По плате Где Ну Как бы Возникали Сомнения Вот Ну Можно При желании Пробежаться Везде Взять Паяльную станцию Как бы Понагревать Но Я думаю Стоит Не стоит Но Видно Где плохо Где хорошо На ходу Что хотел Показать Вот Барабан Весьма Прикольная Тоже Фишка Такая Лампочка Накаливания Сколько Вольт Не скажу Это Датчик Фотоэлемент Считывает Там Отверстие Вот Такая Вот Видите Перфорация Вот Эта Штука Управляет Ходом Двигателя Двигатель Такой Интересное У него Колесо Балансир Колокол Маховичок Своего рода На этом Маховичке Крутится Пластиночка И играет Как на мой взгляд Весьма достойно При этом Весьма интересно Как на мой взгляд Тангенциальный Тонарм Плюс Сама Конструкция Его Вот такая Вот рама Шасси Здесь Все собрано Поменяйте Усилитель На новый Там Я не знаю Управление Двигателя Зафигачьте Какое-то Более Интересное Трансформаторы Все стоят На месте Уже Конденсаторы Там Место них Чем-нибудь Поставьте Вот Два Трансичка Практически Одинаковые Не гудят Тихие Трансформаторы Весьма Прикольная Фишка Ну и В целом Скажем так С удовольствием Повесить Дома На стенку Вполне Можно Ну лучше Наверное Шар Не нравится Мне Как работает Канал Вот Приборчик Который Есть У большинства Людей Кто там Конденсаторы Меряет И начали Выпаивать Кондер За кондером Вот Вот 33 Микрофарады 3 Ома Показывает Конденсатор При том Что параметры Его 20 Микрофарад 5 Микрофарадный Кондер Показывает 14 Микрофарад Емкость Есть Ну сейчас Поменяем Кондеры Послушаем Не исключено Что надо будет И в блок питания Залезть Может по питанию Еще чего-то Там Батарейка В приборе Села Сейчас напряжение Нормально Померить Не могу Вроде Показывает Равномерно Левое Правое Плечо Вот А вот В усилителе Периодически Появляется Фон Поэтому Занимаемся Заменой Кондеров Что Сделала Замена Конденсаторов Один канал Второй канал Реально Тише Поэтому Сейчас Делаем То же самое Со вторым Каналом В общем Правый Канал Показал Что Вот Так Флюсом Промазываем Каждую точку Пайки Каждую Ножку Каждой Детали Все это Пропаиваем И меняем Конденсаторы Как бы Не хотелось А Аппарат Конечно Единственное Что хочется Подсказать Будьте Аккуратны С перегревом Дорожки На гетинакси Отлетают На раз Поэтому Подогрел Быстренько Раз Два Сделал И Сильно Время Не затягиваем По нагреву Пропаяв усилитель Заменив Кондеры Все равно Чувствую Что Немножко Не то Пальто И Ко всему Нет выхода На Усилитель Наушники Вот И Думаю Что Надо Этот узел Рассматривать Именно Переключатели Может быть Где то В переключателях Собака Зарылась Ну Не знаю Но это Блин Как бы Звучать Должно На мой взгляд Должно Звучать Лучше А там Кто его знает Так Ну Работаем Дальше Для того Чтобы Снять Переднюю Панель С переключателями И резисторами Необходимо Открутить Ролики И Панель Откинется Здесь Для наглядности Я демонтировал И Деревяшечку И Ролик Вот То есть Боковую стеночку Ролик Легонечко Снимается Вот такой Вот он С болтиком Аккуратненько Выкручиваем Ручками Придерживаем Пальчиками Ничего страшного Нет Вторую Стеночку Я тоже Откручу Немножечко Пробегу по ней Наждачечкой И покрою Свеженько лаком Чтоб она Смотрелась Ну как бы Называется По-новому Абсолютно Ничего сложного Вот такое Вот крепление С прорезью Поэтому Крышку Когда Фиксаторы Изнутри Открутили С этой стороны Провернули Сюда Под определенный Угол До горизонтали До отверстия И потянули На себя Вот там У нас Такие вот Характерные Приплюснутые Эллипсообразные Петли Кронштейны Вот здесь Говорят Стоит Какая-то Пружинка Которая Прижимает Мол Типа Пластинку Ну Я тут Не видел Никакой Пружинки Абсолютно Вот Кнопочкой Прижали Она Скорее всего Каким-то Образом Сама Захватывается И поддерживает Уже Держится На валу То есть Скорее всего Надо будет Есть вот такие Характерные Деформации Может быть Паяльная станция Слегка Прогреть И под Ровнять Чтобы она Плотненько Одевалась На Ось Диска Головку Заодно Посмотрим На сколько Там состояние Самой Иглы И так Далее Вот Вот этот Узел Который Приводится В действие От Центра Пластинки И вращает Ось На которой Находится Бегающая Головка Для того Чтобы Головке Было Легче Двигаться Сейчас Распаковываем Пластик Добираемся До плат Смотрим Конденсаторы Перепаем Что там Конденсаторы Вот Ну и Все остальное Что может быть На наш взгляд Неисправным Тоже обязательно Посмотрим Вот так Выглядит С обратной стороны Микропереключатели Пять штучек Переключатель Функции Тоже на Микропереключателя Собран Такие вот Болтаночки Сейчас посмотрим Обратите Внимание Впереди Экран Заземлен На корпус Сзади Все это Соединено В целое Поэтому Вот такие Вот Хитрые Подводные Камушки Как надо Открутить Проводочек Чтобы Растыковать Панель Первым делом Необходимо Снять Вот это Вот колечко Вот оно Которое Стояло Вот здесь Вот на Что это у нас Там Магнитофон И вертушка Такой Входовыход Пятиштырьковый Вот эта Штучка Клипсачка Вот она Сверху И снизу Вот так Вот сделано То есть Когда она Там стоит Мы ее отверточкой Нажимаем В одну сторону Потом в другую сторону И вытягиваем ее И уже После этого Снимается Вся та Алюминий С алюминий В общем Рама Металлическая Переключатели На панельке Следующим образом Сделаны Закреплены На оси И такие Вот Штуки Здесь Соответственно Ролик Такая Интересная Штука При детальном Рассмотрении Стало Ясно Что Конденсаторы Уже Поменены Потому Что Все точки С обратной Стороны Попаяны И кондерики Все Одной Фирмы Как Положено Ну И вот Скажем Так Время Делает Своё дело Вот Пасек Управления Передвижения Головочкой Вот он Весь Хочу вам Показать Но не Получается Сфокусироваться На нем Он Весь В мелкую Трещинку Вот он Вот он Не сегодня Завтра Он порвется Поэтому На что-то Его менять Где-то Его искать Кожаный Какой-нибудь Ремешочек С металлическими Крючками Так На крайняк Вот В районе Головки Либо Какой-нибудь Эластичный Клей Современный Снять Пасек Пропитать Его Клеем На чем-то Между Каких-то Двух Гвоздей Натянуть Поправить Вот Проклеить И Дальше Дать ему Жизнь Но Что-то С ним Делать Надо А так В целом Все В этом устройстве Даже Более чем Замечательно Рекомендую Обязательно Прозвонить Микро-переключатели Почему Потому что Бывают В них Проблемы Вот На самом деле Как устроен Фиксатор Пластинки Там Некоторые Говорят Не в обиду Бывает Не находим Как бы Истинные Поэтому Суть Заключается Следующим Что Фиксатор Просто Вот так Вот Таким Образом Прижимается На вал И как бы Вот он Держится На валу Вот раз Вот Поэтому Там Кнопочка Стоит Чтобы Прижать Сейчас Мы его Еще Подвосстановим Хотя При всем Он Еще Захватывает Но Я думаю Если Феном Прогреть То Лепестки Станут На место Примут Своё Первоначальное Положение И как бы Если мы Не перестараемся То мы Ничего Не испортим Хотя Есть риск При всем При том Что если Вот это Вот так Вот Ставится Прижимается И Вот Держится Думаю Может быть Ничего Делать Не надо Ну и парни Такие А с другой Стороны Вот Хорошее Точнее Идеальное Худше Враг Хорошего Вот Все Хорошо Да и Пусть Работает Вот Как От Диска Валиком Передает Вращение Гибкий Вал На Ось Головки И По ней Бежит Головка Что Ж Долгожданное Резюме По данному Аппарату Скажу Сразу Для начала Понравился Прикольный Во всех Отношениях Электрический Проигрыватель Виниловых Пластинок В данном Аппарате Все Прошло Успешно Головка Головка Надо поменять На что то Свеженькое Либо Отремонтировать Эту Пока Лезть не буду У меня нет Резерва Запасной Головочки Вот Поэтому Когда появится Что то Хотя Есть Вот это Про Японское Попробуем Его Поставить Не Поставится Значит Пока Так Двигатель Двигатель Вращения Пластинки Просто Замечательное Скорость По По Конкретной Модели Нет Панельки Ну Рукоятки Можно найти Где то Что то Поменять Написать В общем Такое Но Самой Панельки Нет Как я понял У этого аппарата Нет выхода То есть Если сильно Хочешь Надо сделать Выход Дополнительный И качать На усилитель Вот Все Вот эти Вот Узлы Работают Нормально Поиск Это Пасек За него Я уже Вам Показывал Что Пасек Рассыпается Приходит Негодность Вот Ну А так Вот С небольшими Сколами Там Какими-то Царапинами В целом Аппарат Может Достойно Снять Место На стене Ну И Как Всегда Давайте Гномиков То Что Там Кузьмин Но Пусть Это Будет Гномики Кузьмин Кузьмин Коломки Тоже Сборная Такая Кузьмин В конце концов Не вынесла Душа Поэта Как называется Подключила Головку К Осциллографу Смотрим Что Происходит Вот Вот так Легко Шортаю Видим Сигнал Одинаково С одной С другой Стороны Когда Подключаюсь К этой Головке Сразу Получаю Фон И Как бы Понятное дело Что она требует Ремонта Крепление Вот такой Вот Головки ГЗМ ГЗМ 103 30 рублей Цена Тоже Даже Советское Время Такая Солидная Цена Как бы Так Вот Значит Крепление Непосредственно От Такой Головки Вот Его Немножечко Расточить Изнутри Одеть Сверху И приклеить На клей И получим Мы ровно Такую же Головочку Как там В результате Вот так Практически Симметричные Головки Иголочка Достанет Все Тут Хорошо Аккуратненько Паяльником Припаяно Крепление К самой Головочке Непосредственно Здесь Можно Отверстие Просверлить По передочку Там Слава богу Свободно Все Закрепится Ну Решил Так Для проверки Сейчас Замыкаем Два Кончика Подключаем И Слушаем Звук В данном В данном В данном случае Что называется Перестарались Уровень Выходного Сигнала У головки Сумасшедшие По каналам Просто Запирание Происходит Это 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 Всего Лишь Вот так И Запирает То же Самое Тут Ну То Что Неравномерность Каналов Эта Головка Это Уже Радует Но Эта Головка Конечно Вваливает Хорошо И Скорее Сего И Можно Каким То Образом Согласовать По Входному Сигналу Там Резисторы Стоят Или Конденсатор Может быть Поставить Другой В общем Надо Разобраться Но Тем Не Менее Как Бы Вот Современная Головка И Сами Понимаете Насколько Пьезо Как Бы Стареет Пришлось Добраться Вот Сюда Вот Что У нас На головке Два Полевых Транзистора И Два Резистора Для Этого Пришлось Головочку Аккуратненько Снять Снимается Она Элементарно Вот Обратите Внимание Практически Вот Так Вот Здесь Пластиковая Фишечка Такая Втулочка Что Что Вот И Изначально Ее Необходимо Провернуть То есть Она Фиксируется Вот Так Вот Язычок Проворачивается В эту Сторону Туда То есть Сначала Мы его Вот так Повернули Сюда Потянули За втулочку Потянули За вал Сняли Вместе С шелом Потом Извлекли С него Саму Подвижную Часть И вот У нас Головочка Таким Вот Образом Снимается Так И Снял Я ее Для того Чтобы Попробовать Немножко Занизить Сигнал Приходящий С головки Иголку Поменяли Иголка Колбасит Запирание Фоны То есть Ее надо Как-то Согласовать Я вот Думаю Что это Устройство Согласующее Осталось Только Разобраться Потому Что Ну Каждый раз Снимать Заряжать Ставить Взять Выпаять Резисторы Попробовать Поставить Резисторы Побольше А потом Поменьше Так Вот И определим Можно ли Эту головку Адаптировать К данному Проигрывателю Но если Возникла Необходимость Снять Головку На Каравеле 203 То Вот Как бы Делается Вот так Не замудрено Не хитро Все доступно Вообще Аппарат В ремонте Бомба Правильно Инженер его Делал Все На Металлической Раме Алюминиевая Крутая 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 Крутая